Здравствуйте, уважаемые старшеклассники! Я Возьмина Ольга Ивановна, преподаватель Нижнекамского педагогического колледжа. Рано или поздно каждый школьник задается вопросом «Кем быть? Какую профессию выбрать?» И от этого выбора, который ему предстоит сделать, во многом зависит, каким будет его будущее. Ведь именно профессия дает человеку возможность удовлетворить основные свои потребности, реализовать себя как личность. Поэтому, чтобы избежать ошибок в выборе профессии, необходимо четко представлять не только свои интересы и склонности, но и способности и возможности. Предлагаю вам пройти профессиональные онлайн-пробы по профессии «Учитель начальных классов». Наши пробы помогут вам оценить свои навыки, необходимые в педагогической профессии, и в дальнейшем, возможно, сделать правильный выбор будущей профессии. Для того, чтобы проверить свои способности, вам нужно проверить, умеете ли вы моделировать образовательную ситуацию на заданную тему. Доступно, грамотно, логично и интересно излагать материал детям младшего школьного возраста. Профессиональные онлайн-пробы будут проходить в формате практического задания. Вам нужно будет подготовить и провести фрагмент внеурочной деятельности на тему «В гостях у осени» для детей младшего школьного возраста. Практическое задание выполняется в парах. Вам необходимо продемонстрировать умение разрабатывать и проводить внеурочные мероприятия с использованием презентации Powerpoint. Презентацию мы вам предлагаем готовую. Время на подготовку дается 40 минут, время на демонстрацию в режиме видеоконференции Zoom – 5 минут. За 40 минут вам будет необходимо изучить презентацию. Мы вам приготовили готовую уже презентацию. Вы должны посмотреть, какие материалы, какие задания содержит эта презентация. Далее продумать содержание фрагмента неурочного мероприятия, определить цель и отобразить ее на титульном слайде. Сейчас перед вами титульный слайд. Обратите внимание, что вам нужно заполнить две графы. Первая – цель, с которой вы хотите провести это мероприятие. А вторая – автор, то есть написать туда свою фамилию, имя и школу, в которой вы учитесь. Далее продумайте методы и приемы, направленные на решение той цели, которую вы сформулировали. Возможно, вы будете использовать какие-то интересные приемы, вопросы, загадки, интересные задания для школьников. Далее вы должны определиться с последовательностью слайдов для демонстрации неурочного мероприятия. Слайды вы можете расположить в той последовательности, в которой вам будет удобно реализовать то мероприятие, которое вы запланируете. Далее реализуем содержание внеурочного мероприятия в режиме видеоконференции на платформе Zoom. Демонстрируем умение проводить фрагмент внеурочного мероприятия, а также умение пользоваться интерактивным оборудованием в режиме видеоконференции. Обратите внимание, сколько интересных слайдов и заданий мы уже вам подготовили. Но какие вопросы задать? Как этот слайд представить детям? Здесь вы должны проявить свое творчество и фантазию. Проверка и подведение итогов профессиональной онлайн-пробы будут осуществляться педагогами по четко разработанным критериям, с которыми вы можете ознакомиться в представленном задании. Все, что вам нужно для участия в онлайн-пробах, как это компьютер или ноутбук, с программным обеспечением Windows и выходом в интернет. Платформа для видеоконференции Zoom. И, конечно, желание, интересно рассказать об осени детям младшего школьного возраста. Все необходимые материалы и задания, а именно презентацию, вы можете скачать и посмотреть, пройдя по ссылке, которую вы видите на слайде. Желаю, чтобы в процессе наших онлайн-проб вы не только набрали хорошие баллы, но и обрели уверенность в своих силах и поверили в свои возможности. Желаем всем удачи! До встречи на видеоконференции! Наше занятие в гостях осени. Что вы увидите на картинках? На картинках у нас есть орехи, в холоде, а еще я вижу разноцветные листочки, один красный и желтый. Овощи вижу, капусту, пеклу, перчик, папку-коробку. Все это приметы осени. Также можно добавить свои приметы, с чем у вас ассоциируется. Сейчас мы будем откатывать загадки. Сидит, зеленеет, летит, пожелеет, летит, почернеет. Наверное, это не лесок. Правильно. В некоторых сказках также показывается богатство осени. И, например, сказка «Репка». Там рассказывается, что у них выросла большая репка. Это означает, что осенью все собирают урожай, и он плодотворный и богатый. Также многие поэты воспевают красоту осени в своих строчках. Например, такие поэты, как Пушкин, Тютчев, Блок. Они показывают всю красоту осени. И также многие художники описывают осень в картинах. Составим синквейн. Первое слово – это тема нашего занятия. Тема нашего занятия – осень. Второе – это прилагательные. Осень бывает яркая, дождливая. Третье – это глаголы. Желтеет, опадает, холоднеет. Первое слово – ассоциация по теме. Ассоциация такая же, как мы представляли на первом слайде. Птица улетает в теплые края, листья опадают, меняет цвет. Уборка, урожай, грибы. Первое сентября. И другие приметы. Добрый день, ребята. Сегодня мы побудем в гостях в осени. Цель нашего урока – это узнать побольше о осени и ее явлениях. Какие явления осени вы можете увидеть на картинках? Например, вторая картинка изображает, как дети идут в школу, а третья – как птицы улетают на юг. Ну, на одной из картинок ребята собирают грибы в лесу. Нам дальше продолжать? Сейчас мы с вами позагадываем загадки и подгадываем. Сидит зеленеет, летит пожелтеет, летит, лежит почернеет. Наверное, это лесочек. Все паны поскидали кафтаны. Один пан не снял кафтан. Что это такое? Ой, это сложно. Те, кто поскидал кафтаны, наверное, это листья. А кто не снял кафтан? Непонятно. Мы не знаем. Это хвоя. На данном слайде мы видим сказки, которые рассказывали о важнейших осенних работах человека. Например, сказка «Репка». В ней семья собирала репку в осени. На этом слайде мы можем увидеть стихотворения великих поэтов, стихотворцев. Сейчас мы с вами видим картину, которую нарисовали известные художники о осени. Какие явления объединяют все эти картинки? На всех номерах выгружена осень. Да, правильно. Давайте мы сейчас с вами составим синквейн об осени. Что такое синквейн? Синквейн – это когда мы загадываем слово и дальше продолжаем его. Например, наша сегодняшняя тема – это осень. Дальше мы должны составить предложение с прилагательным. Золотая, красивая, что ж вы синквейн-то не дожидаетесь. Опадает, шелестит, моросит. Ах, осень золотая, ах, осень золотая. Какой прекрасный листопад. Осень – красота. Все. Спасибо за урок. Урок окончен. Итак, сегодня наша цель – познакомиться с временем года осень. Само слово «осень» означает период времени в году между летом и зимой. Чтобы узнать больше об осени, нужно узнать, что вы знаете об осени сейчас. Итак, признаки осени. Назовите признаки осени, которые вы знаете на данный момент. Птицы улетают на юг. Люди собирают грибы и ягоды. В огороде поспел большой урожай – тыквы, капусты, перцы, огурцов, помидоров. Насекомые прячутся, им становится холодно и они прячутся в кору деревьев. Итак, хорошо, давайте дальше. На данном слайде мы видим некоторые картины великих художников об осени. Что вы можете сказать о них и что их объединяет? Все художники изобразили осень яркой, светлой. Очень много ярких красок – оранжевых, красных. От каждой картины веет светом и радостью и чувствуется такое доброе осеннее настроение. Верно. Какие вы знаете праздники осень? Ух ты! День 7 ноября – красный день календаря, день единства. Теперь расскажу вам о вас. А у нас тут есть Масленицы, День знаний и Первая Осентина. Это очень прекрасные праздники. Дальше. Итак, на этом слайде мы видим некоторые сказки великих поэтов. Что вы знаете об сказках об осени и вообще? Что объединяет эти сказки? И в той и другой сказке есть репка. В одной вся семья тянет репку, а в другой мужик и медведь собирают урожай. Причем есть урожай с вершками, а есть с крышками. Мужик-то знает, где урожай лучше – вершки или корешки, а медведь не знает, поэтому попадает в просадку. Хорошо, правильно. 8 фольклорных произведений. Тут изображены кое-какие загадки и также… Давайте попробуем их отгадать. Сидит, зеленеет, летит, пожелтеет, лежит, почернеет. Что это? Листок. Верно. Все паны… Степану поскидали кафтаны. Один пан не снял кафтан. Что это такое? Ну вот, который не снял кафтан – не знаем. А вот те, которые поскидали – это, наверное, листья, потому что к концу осени листья становятся… Да, правильно. Ну, листва – хвой, правильно. А еще у нас там есть хвоя, потому что… К хвоям относятся ели. Да. Что это написано? Поэты обычно описывают красотую осень. Например, Александр Сергеевич Кушкин, Тютчев и Блоков. Сейчас я зачитаю произведение Тютчева. Есть осень первоначальных, короткая, но давние хоры. Весь день стоит как бы пустальный и лучезарный ветер. Ой, вечера. Так, попробуем составить секвейн об осень. Так. Тут изображена модель секвейна и схема секвейна. Давайте составим секвейн об осень. Первое слово – это тема. То есть будет осень. Второе слово – прилагательное. Второе слово – прилагательное. Возьмем Питер и Влада. Третье глаголы, четвертая фраза и первое. И еще одно слово – это ассоциация по теме. Ассоциация по теме. Это все. Мы побудем в гостях у осени, и наша цель будет познакомиться с нашей тетушкой осень. Как раз она у нас находится на титульном листе, то есть на экране. Ваши преподаватели будут Камиля Ильнуровна и Ариадна Владимировна. Итак, ребята, вопрос такой. Какие слова тут же у вас возникают при том, как вы говорите слово «осень»? Правильно. Листопад, дождь, слякоть. Голодание. Голодание, да, все правильно. Молодцы. Когда мы говорим об осени, мы часто ассоциируем его с различными явлениями. Это могут быть сбор урожая, поход в школу, листопад, дождь и так далее. Так, давайте пойдем дальше. Итак, фольклорные произведения. Очень фольклорные произведения. Фольклор в дальнейшем мы с вами будем изучать. Это устное народное творчество. Туда также входят колыбельные сказки, стихи, загадки. Кстати, о загадках. Давайте попробуем с вами отгадать одну загадку. Сидит, лелеет, летит, пожелтеет, лежит, почернеет. По-вашему, что это? Правильно. Это листья. Молодцы. Давайте пойдем дальше. Сказки мы также встречаем в различных произведениях, таких как сказки. Все мы знаем сказку Репку. В ней говорится о семье, которая решила посетить Репку. И когда осенью она уже выросла, они решили ее собрать, то есть собрать урожай. Также на экране вы видите другую сказку. В дальнейшем мы с вами ее тоже будем изучать подробно. Но сюжет я вам кратко расскажу. То есть этой сказки Вершки и корешки. Мужик весной посадил Репку целое поле. И когда пришла уже осень, то есть урожай мы как знаем, что уже собираем. Вот. И поэтому он своим, так скажем, урожаем, то есть корешки он отдал медведю. Вершки он отдал медведю, а корешки он забрал себе. Вот такая суть сказки. Давайте пойдем дальше. Поэты также очень часто воспевают красоту осени. Они восхищаются ей и стараются описать ее, чтобы радовать этим людей. Такие поэты, как Пушкин, Тютчев, Плок, также воспевают красоту осени. Так, это мы с вами пришли. Также многие художники, такие вот как Веснецов тут, кто еще у нас тут есть, показывают нам в своих картинах отражение осени, то есть этого прекрасного времени года. То есть свою красоту, яркость, настроение осеннее. Так, давайте теперь синквейн об осени. То есть синквейн мы называем описание какого-либо предмета. Сегодня мы сделаем синквейн об осени. Сначала нам необходимо описать тему. Темой у нас будет осень. Далее нам нужно ставить два слова прилагательные, которые будут описывать осень. Допустим, мы возьмем слова. Так как мы знаем, ну, прилагательные у нас отвечают на вопрос какая-какие, какие можно слова придумать. Например, такая красивая, какая яркая, красивая, солнечная. Далее мы составляем три глагола. Моросит, летят, приходит, радует, вдохновляет. Далее нам нужно составить фразу. Золотая осень приходит к нам, допустим, пусть будет. И также, что у нас, как мы говорили в начале урока, что у нас ассоциируется со словом осень? У нас ассоциируется листопад. Что еще у нас может ассоциироваться? Урожай! Урожай! Да, молодцы, ребята. На этом наш урок закончен. Всем спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...